Несколько лет назад у нас на канале вышел ролик, он пришел унижать Xiaomi. Это был робот-пылесос, который первый смог проехать по черному ковру с большим ворсом, и тогда это было действительно круто. Сегодня на столе у нас та же модель ABRX8. Производители не стали ничего придумывать, оставили то же название, ту же букву, но добавили ряд интересных функций. И теперь в приложении появилась фишка, которая может отключать датчики, и пылесос может двигаться по абсолютно черным покрытиям, ковровым, или просто по какому-то черному ламинату без каких-либо проблем. Что еще добавилось, сейчас вам все расскажу, протестируем, посмотрим, как убирается, какие есть функции, будет краткий, но информативный и полезный обзор. Всем привет, друзья! Робот-пылесос ABRX8. Начинаем! Комплектация. Контейнер для сухой уборки, моторизированный контейнер, комбинированный для влажной и сухой уборки с электропомпой для равномерной подачи воды, две тряпки, четыре боковые щетки, две из которых запасные, устройство для их очистки и срезания намотанных волос, станция для зарядки, адаптер питания с европейской вилкой, инструкция, даже пульт дистанционного управления есть. Щетки необходимо установить до щелчка согласно разметке лево-право. По центру находится стандартная V-образная турбощетка, которая легко снимается для очистки при необходимости. Контейнеры также устанавливаются легко, какой нужен. Для пыли имеет объем 600 мл, для воды 360, что весьма-таки неплохо. Пылевой оснащен HEPA-фильтром, в идеале запускать робота на сухую, а вторую уборку уже ставить в контейнер для влажной уборки. В процессе он подметет, что осталось, и протрет полы. Еще новинка в этой модели это мощная ультрафиолетовая лампа, которая хоть немножко, но помогает убивать каких-то мелких зараз. Сверху две кнопки управления, башня, лидар это лазерная навигация, сбоку кнопка включения и порт возможности зарядки без базы. В обновлении дополнительный TOF-сенсор, который редкий гость на подобных устройствах, и в данной ценовой категории он есть. Данный сенсор измеряет расстояние, выхватывает объекты, помогает более точно выполнять уборку, лучше преодолевать препятствия. По характеристикам, мощность всасывания 6500 паскалей, время уборки на одном заряде до 2 часов, время зарядки 6 часов, площадь уборки 100-200 квадратов в зависимости от режима. Преодоление препятствий до 2 сантиметров, и вот это давайте проверим. Бросаем на пол преграду, стартуем, и робот так спокойно ее переезжает. Так что если в доме у вас есть порожки, перепады по высоте, робот вам подойдет. Больше функций и фишек, конечно, доступны в приложении. Для этого скачиваем по QR-коду APK-файл из PlayMarket или App Store, Smart Life называется. Добавление робота очень простое, в отличие от предыдущей версии. Здесь жмем добавить новое устройство, выбираем пылесос Wi-Fi, подключаемся к домашнему роутеру по сети 2.4, на пылесосе зажимаем кнопку питания на 5 секунд до голосовой подсказки и жмем далее. Далее и процесс завершается, буквально за одну минуту сложного, ничего нет, поверьте, друзья, и все подробно еще расписано в инструкции. В настройках есть ручное управление, как джойстиком, управление картой и комнатами, можно записывать в память несколько или у вас этажей несколько, предусмотрен поиск робота, таймер уборки, настройки мощности всасывания и количества подачи воды, Y-образная уборка, регулировка громкости, выбор языковых пакетов. Робот у нас, кстати, говорящий, сообщает о своих действиях и озвучивает подсказки. История уборок есть, режим не беспокоит. И еще фишка новая, можно принудительно отключить датчик обрыва. Эта функция позволяет роботу убирать темные ковры, черные напольные покрытия. На главном экране карта, с которой можно работать, разделять, объединять комнаты, ставить виртуальные стены, ставить виртуальные какие-то преграды, запретные зоны и так далее. Все просто. Кидаем нашего робота в комнате, площадь уборки здесь примерно 15 метров квадратных, стартуем на 100% заряде и смотрим. Изначально он объезжает периметр, сразу строит карту и дальше уже убирает. Все прошло без каких-либо сюрпризов, процесс занял 11 минут и скушал 10% заряда аккумулятора. Область уборки 13 метров. Карта построена, теперь ее можно сохранить. Если несколько комнат, они будут разными цветами, также для каждой комнаты можно выбирать мощность и интенсивность подачи воды, что также удобно. Запускаемся второй раз уже с готовой картой. Здесь время то же самое, 11 минут, те же 13 квадратов, только расход заряда состоял всего 4%, почему-то. Далее строим площадь в 1 метр квадратный, берем разношерстный мусор, семечки, шерсть, пыль, крупы, хлопья, рис, противные волосы и еще там всякой гадости хватает. Рассыпаем все это дело в новом для робота месте и стартуем. Алгоритмы его решили убрать вдоль и поперек, при этом процентов 95 мусора он скушал. Некоторые крупинки риса просто отстреливали по разным сторонам. Здесь, как написано, удлиненные боковые щетки и вот за счет этого они больше разбрасывают, как мне кажется. А остальное все, конечно, перебралось в контейнер. Давайте заставим его еще раз все убрать. Снова рассыпаем, снова запускаем и опять такая же траектория. Время уборки пару минут, 1 квадратный метр. Многие спросят, а подойдет ли этот робот для ковров? Да, и повторюсь, даже для темных черных при условии отключения датчика в приложении. Вот наш ковер с мелким, но таким вот высоким ворсом. Вытряхиваем собранный мусор, на него трамбуем. И в реальности мусора, поверьте, друзья, здесь много и еще кошачий корм там даже присутствует. В общем, посмотрим. Я включаюсь в режим ручной уборки пультом. Буквально минута и от мусора не остается и следа. Двигается по ковру уверенно. Колеса, щетки и мотор все позволяют это делать. Мотор здесь действительно мощный. Я провел вот такой вот наш стандартный тест заезда на рампу. Угол большой, плюс стык пола и рампы очень грубый. Но робот уверенно стартует и карабкается на вершину. Цепкость колес реально хорошая. Он даже заскочил прямо на кровать и даже там решил убраться. В общем, мощи они, конечно, добавили точно. Но и с порогами пылик начал справляться тоже лучше. Но что могу сказать? Да, действительно, производители не стали ничего придумывать. Оставили тоже название, те же буквы. Может быть, это и правильно. Могли хотя выпустить там, да, Эбер Икс 10 и уже там продавать его чуть-чуть дороже. Пылесос на самом деле стоит недорого. И ищите по ссылочке в описании цену. Вот эту версию после обзора вы сможете забрать в нашем инстаграм. Беллстор.юа. Ссылка у вас на экране. Появились функции. Это хорошо. Работать стало все лучше. Тоже хорошо. Цена осталась прежней. Тоже нормально. Так что, если ищите себе недорогой робот-пылесос с лидаром, с ультрафиолетом, с хорошим, так сказать, управлением, с хорошим приложением, с построением карт, можете рассмотреть данную версию. Ориентировочная стоимость, да, там плюс-минус 200 долларов. И это хорошо. Без лидара робот в 2024 году уже покупать смысла вообще нет. Да, я думаю, обзоры на такие роботы тоже делать не стоит, потому что уже есть роботы, которые подключаются к канализации, автоматически сливают воду, сами там сушат тряпку и так далее. А вот это вот получается уже такая, сказать, базовая версия. Мы дальше ищем, находим разные устройства из Китая. Не только. Если видео хоть немножко было для вас полезным, ребят, прожмите лайки, напишите комментарии, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. В нашем телеграм-канале супер скидки тоже там. Смотрите, ищите себе все полезное. Мы увидимся с вами очень скоро. Пришел унижать Xiaomi.